Текущая ситуация в финансовой индустрии Украины остается непростой. Девальвационные риски на порядок превышают привлекательные депозитные банковские ставки в национальной валюте. Украинская гривна остается лишь инструментом для оплаты повседневных нужд граждан. Информационное агентство РБК Украина провело анализ текущей ситуации на финансовых рынках страны и пришло к выводу, что боязнь населения к использованию новых небанковских инструментов основана в большей степени на низкой осведомленности потенциальных инвесторов о современных финансовых продуктах. РБК Украина при поддержке международного финансового бренда Альпари впервые в стране объявила о запуске уникального финансового сервиса – конструктора инвестиционных продуктов. Этому событию была посвящена пресс-конференция, прошедшая 19 марта в Киево-Могилянской бизнес-школе, собравшая журналистов, ведущих деловых украинских СМИ, финансовых экспертов и аналитиков. От компании Альпари выступили Александр Новодворский, директор инвестиционного департамента, и Александр Михайленко, аналитик киевского офиса. На сегодняшний день одним из эффективных способов повышения ликвидности финансового рынка Украины является повышение финансовой грамотности и расширение спектра современных финансовых продуктов, доступных для населения. Образовательная инициатива РБК Украина является одним из ключевых шагов в развитии направления «Личные финансы» на портале информационного агентства. Раздел будет структурирован как профильный субресурс, насыщенный аналитическими, справочными и образовательными публикациями для эффективного управления капиталом и применения современных финансовых продуктов. По словам Антона Подлуцкого, главного редактора РБК Украина, Альпари выбрана партнером проекта по очень простой причине. Компания является безусловным лидером на украинском и международном финансовом рынке. Она последовательно развивает образовательные программы для населения. Рост финансовой грамотности позволит гражданам Украины активнее использовать традиционные и новые финансовые инструменты, расширит их возможность работы на финансовых рынках.